Первые места у воров, конкурсов и благоустройства – несомненная заслуга тех, кто трудится в жилищно-коммунальной сфере. Такие слова были адресованы главой города при встрече с одним из коллективов. «Как можем, поддерживаем чистоту и порядок», – заверили работники жилищно-эксплуатационного участка микрорайона Молодежный. Однако одного старания бывает порой недостаточно. Они, как никто другой, знают проблемы, которые мешают трудиться с полной отдачей. Одна из них – незасфальтированная территория. Потому что много-много лет уже асфальт нет, там вот такие колдовины. Вообще там земля. Я вот там убираю, и тут вот. И пыль приподнять, люди запыхаются. И пока дождик промасит, эту грязь собираю и оставлю тяжелыми мешками. Общение с городским руководством пришлось как нельзя кстати. Хорошо, что наболевшие вопросы можно сегодня вынести на обсуждение. Те все домовладения, квартирные, кто подали заявку на асфальтированную преддомую территорию, их очень много было. И на сумму где-то получилось 15 миллионов. Все они будут в этом году асфальтироваться. То есть для этого нужно провести процедуру, поддержать, чтобы все жители поддержали асфальтированную. Мы это все делали. 50, все сделано. Все мы делали. В августе, да, в августе приступаем к работе. Чтобы лучше узнать, чьи они горожан, необходимо, чтобы темы, которые их волнуют, были озвучены. Обратился к присутствующим глава города. Все пожелания на этой встрече Владиславом Денисовым были услышаны и взяты на заметку. Жильцы близлежащих домов даже провели для городоначальника небольшую экскурсию, чтобы тот своими глазами увидел, насколько обоснована просьба местного населения. Она заключается в завершении работ на дворовой площадке. На месте было принято решение привести территорию в порядок в ближайшее время. Благоустройство территории, недобросовестные квартиры-съемщики, беспризорные животные. Все это волнует более старшее поколение жителей микрорайона Молодежный. С более юными обсуждали реализацию проекта «Народная инициатива». В этот же день глава города провел еще две встречи с трудовыми коллективами. Владислав Денисов посетил отдел соцзащиты, после чего пообщался со специалистами военкомата. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова. «Наш город». Продолжение следует... Продолжение следует...